Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского в студии работы Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут мы расскажем вам о самом главном. С 4 января следующего года проезд в общественном транспорте повысится на 30 тенге. Прошедшие морозы заставили карагандинцев стать посетителями травпункта. Автобусы по 80 тенге. С 4 января следующего года проезд в общественном транспорте повысится на 30 тенге. Это решение было принято сегодня в Акимате. Подробнее у Амины Смаковой. Миф о повышении тарифов на проезд стал явью. Чиновники наконец-то приняли окончательное решение повысить проезд. Вопрос о повышении тарифов обсуждали и юстиция, и Акимат, и Палата предпринимателей, и Маслихат. Решали, решали и итог. Сразу после 4 дней празднования Нового года горожане получат такой подарок, как 80 тенге. Хотя бы 65 тенге это предлагала Палата предпринимателей. Однако власти решили по-другому. Карагандинцы не согласны с этим постановлением. В народе уже пробежала молва негодования. Качество обслуживания не будет окупаться, считают горожане. Каждый день в автобусах происходят драки и ругань между пассажирами и персоналом. Однако чиновники уверяют, мы тоже ездим в общественных транспортах. Там все спокойно. Я сам ехал на автобусе с 2002 года в Карагандин. Еще ни разу с кондуктором не поругался, не подрался. Все нормально. Это спорный вопрос. У горожан несколько иное мнение на этот счет. Мы решили провести маленькое журналистское расследование, чтобы узнать, действительно ли в автобусах все в порядке. И результат налицо. Пассажиры явно недовольны ни качеством обслуживания, ни самим повышением проезда. Состояние автобуса. Если по 80 пускай автобуса, тогда хороший. Если обновили автопарк, например, в 53-й, в 43-й машине, то на 45-й, в 49-й вообще невозможно ездить. Весь трещит. Какой безопасности на людей можно говорить? На 80 тенге, представьте, студентам, работающим. Это же тяжело. Пенсионерам, ладно, у нас проездные будут. А студенты, работающие. Представьте, каждый день, в день это 160 тенге. Туда-сюда. И это даже не 160, больше даже. Категоричное «нет» на повышение проезда. Правда, среди горожан на 6 и те, кому никакой разницы нет. Повысится или понизится проезд. Чиновники уверяют, что цена будет окупаться качеством. Однако люди в это верят неохотно. Кстати, не только пассажиры против повышения цен на проезд. Кондукторы и водители тоже считают это неправильным. Лучше 50 тенге было. Ну, раз зарплаты нет, я считаю, ненормально. Люди против, но толку мало. Правда, в интернете появились желающие устроить митинг прямо накануне Нового года. Помимо этого, в соцсетях ежедневно появляются видео с тем, как водители автобусов разговаривают по телефону, слушают музыку и многое другое. Таким образом, в ходе нашего маленького расследования стало ясно, горожан не устраивают повышение проезда в автобусах. Амина Смакова, Карат Рашидов, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Пять дней сотрудники полиции Карагандинской области работают в усиленном режиме. С 23 декабря по всей республике проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Только за первый день акции было раскрыто 82 преступления. Какие нарушения совершают жители нашего города, знает Николай Кровец. В канун празднования Нового года стражи порядка стали работать более тщательно. Только за один день акции «Правопорядок» по горячим следам было раскрыто 82 преступления. За хранение и ношение таких запрещенных предметов, как наркотики, холодное оружие и боеприпасы, задержаны 10 человек. Сотрудники полиции выявили нарушителей и на дорогах области. По линии дорожной около трех соток правонарушений по линии дорожной безопасности. Если говорить по оперативному блоку, у нас задержано 4 лица, которые находятся в розыске. Раскрыто 10 ранее совершенных преступлений. Как говорится, результаты значительно выше, которые в обычный день. Наконец-то сотрудники полиции обратили внимание и на автомобилистов области, которые нарушают правила безопасности на дорогах. 14 человек в первый день акции находились в алкогольном опьянении, а 43 нарушителя остановили за превышение скоростного режима. Даже стали обращать внимание на водителей, которые разговаривают во время движения по сотовому телефону. Таких было остановлено 11 автомобилистов. Данное ОПМ будет идти до 27-го включительно, то есть с 23-го по 27-го. Далее мы будем ежедневно данный вопрос рассматриваться на совещании. Итоги деятельности, результаты работы данного ОПМ будут, я думаю, рассмотрены при министерстве. Николай Кровецкий, Рад Рашитов, 1-й Карагандинский. Рад Рашитов, 1-й Карагандинский. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Трэвел Мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Прошедшие морозы заставили карагандинцев стать посетителями травпункта. Не все улицы города проходят обязательную чистку от снега и наледи. Наш корреспондент вышел на скользкую дорогу, чтобы узнать, как горожане справляются с гололедом. Прошедшие 30-35 градусные морозы сделали свое дело на улицах города без опоры и поддержки товарищей не пройти. Гололед уже стал причиной того, что многие карагандинцы стали чаще посещать травмпункты. Врачи подвели статистику. За две недели 15 человек с переломами, ушибами и другими травмами. При таком катании без коньков на улицах города страдают и дети, и взрослые. И поступает серьезно, что взрослые, что дети, собственно говоря, одинаково. И с гололедом связано, здесь, в принципе, одинаково идет. Рабочая команда ЖГХ сосредоточилась только на чистке центра города. Отдаленные районы немного забыты. Глыбы льда и сугробы. Жители периферии смеются. Наверное, скоро появятся полярные медведи. Нам очень плохо ходить. Ужасно. Хоть на коленках ползи. Очень плохо ходится. Я в прошлом году сломала руку. Три месяца я была на больничном. И вот так до сих пор я теперь от этого болею. Все идет своим чередом. Работники ЖГХ не успевают, горожане ломают конечности. Возможно, в скором времени уборка снега и льда будет проходить в более ускоренном темпе. Ведь это только начало зимы. Амина Смакова, Карат Рашитов, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. В нашей жизни все чаще приходится сталкиваться с химическими веществами. И это происходит не только на производстве. В быту нас просто окружает химия. А каковы ее воздействия на живой организм? То есть на нас с вами. Об этом шел разговор на семинаре «Химия в быту. Скрытые опасности», который провели общественное объединение Карагандинско-областной экологический музей и Центр по внедрению новых экологически безопасных технологий. Мы настолько привыкли к химии, что мало обращаем внимания на игрушки, лекарства, мебель, посуду, моющие вещества. А все они содержат в той или иной степени опасные химические вещества. Сегодня необходимо повышать уровень компетенции общественных организаций по вопросам обращения с химическими веществами и информировать население о их вреде. В рамках нашего проекта действует информационный центр по химической безопасности. К нам население может прийти, взять какую-то литературу, почитать электронные статьи, просветиться, так скажем. Незримая химия влияет на нас и особенно на детей. Под угрозой печень, почки, сердце, кровь, возможны мутагенные новообразования. И все это происходит под замалчиванием производителей информации о вредных свойствах того или иного товара. Для них главное продать. В настоящее время органами госэнопеднадзора предъявляются требования к товарам бытовой химии в рамках законодательства Таможенного союза. Законодательные Таможенного союза предусмотрены требования к товарам бытовой химии. В первую очередь, это вся продукция, которая завозится и выпускается в обращении на территории Таможенного союза, должна подлежать свидетельству о государственной регистрации. Все требования к этим товарам оговорены законодательством Таможенного союза. Все свидетельства, которые выданы на товары бытовой химии, внесены в единый реестр свидетельств о государственной регистрации, которые расположены на сайте Таможенного союза. В семинаре приняли участие представители неправительственных организаций, педагоги, журналисты и все заинтересованные лица. Сергей Високосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Казахстане появился новый праздник. Теперь, 23 июня, в нашей стране отмечается как День государственного служащего. Президент страны Нурсултан Азарбаев внес изменения в указ о профессиональных праздниках Республики Казахстан. Будут ли отдыхать казахстанцы в этот день, пока не ясно. Настоящий указ вводится в действие со дня первого официального публикования, говорится в сообщении пресс-службы. В Караганде начался предновогодний марафон. На каком утреннике самая красивая и интересная елка? Наш корреспондент побывал в детском садике Гаухар. Какие эмоции он вынес с новогоднего утренника, узнаете из нашего сюжета. Праздник празднику рознь. Но самый волшебный и яркий день, который сохранится в памяти на долгие годы, это, конечно, встреча Нового года. Он не оставляет равнодушным никого. Это праздник для всех возрастов. И взрослые, и дети ждут от него необычайных событий. И такие события сопровождали весь утренний в детском саде Гаухар. Оформление фантазийное. Дети и их родители стали участниками необычайных новогодних приключений. Ребята встречали гостей стихами. Буратино очень хотел порадовать и поздравить детей с Новым годом. Но, как всегда, появляются антигерои, вроде Карабаса-Барабаса и Дуримара, которые мешают проводить праздник. Но детям помогают Карлсон и Снегурочка. Волнения коснулись всех. Даже родители, которые поддерживали своих детей, не сразу смогли выйти из атмосферы утренника. Сын мой сегодня спать гномиком. Дети, чтобы радовались этому прекрасному празднику сегодня. Счастья, здоровья всем. И самое главное, карагандинцам с наступающим Новым годом. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья крепкого. Потрясающий праздник, масса положительных эмоций. Огромное спасибо руководству, воспитателям нашим, родителям, за организацию, за ощущение волшебства. Потрясающее настроение. Мой ребенок сегодня был, моя дочь сегодня была звездочкой. И я просто счастлива. Все на свои места на утреннике поставил Дед Мороз. Он и барабаса прогнал, и главное, елку зажег. Вот тогда и начались самые главные торжества. Гномики, снежинки закружили свои танцы. Начались игры. Родители защелкали камерами, запечатлевая своих детей в момент радости и веселья. Настроение поднималось с каждой минутой. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Благодарю всех родителей, воспитателей за сегодняшний праздник. Новогодний марафон начался. Настроение у карагандинцев, несмотря на всякие неурядицы, потрясающе праздничное. И это надолго. Сергей Высокосов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. 257 человек собрались в экономическом университете Караганды, чтобы принять участие в семинаре по дорожной карте занятости 2020. Среди участников сами чиновники и представители различных организаций области. Подробности в следующем сюжете. Одним из важных вопросов, которые поднимали на семинаре, это подготовка кадров. Жители города, которые обучались за счет государства, работают не по направлению. Заместитель Акима Карагандинской области Бейсимбай Жумабеков признался, что не все специальности сегодня востребованы. Все специальности, которые необходимы, надо пересмотреть, уважаемые коллеги. Это подготовка ветеринарных, подготовка зооветеринарных, инженерных каких-то специальностей, то, что там заявки были по таким городу, району. Все это пересмотреть, и в этом деле таких вопросов не должно быть. На семинаре обсуждали три актуальных вопроса по программе «Дорожная карта занятости 2020». Это обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и ЖКХ, создание рабочих мест через развитие предпринимательства сельской местности, а также содействие в трудоустройстве в рамках потребности работодателя. Видите, сколько талантливых людей у нас открывает свои дела. То есть выращивают кроликов, выращивают птиц, занимаются какими-то, будем говорить, обиходными делами, которые дают ему импульс для дальнейшего развития. Те же люди говорят, вот я в этом году постараюсь еще взять кредит и развить, будем говорить, расширить данный бизнес, потому что есть на него спрос. По итогам двухдневного семинара было проведено тестирование и вручение сертификатов. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. 20 декабря Тимур Омаров, наш земляк из Семертау, прошел полуфинал республиканского проекта «Голос Казахстана». 29 декабря на телеканале «Казахстан» будет проходить финал конкурса. Одним из финалистов стал и Тимур Омаров. 29 декабря в 21.35 начнется прямой эфир республиканского проекта. Ваш голос может стать решающим при выборе победителя. Помогите своему земляку Тимуру Омарову. Проголосуй за него. Каждый голос важен. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаю. Всего доброго. Сау-Боуздарь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok